Альбом 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 Недавно гродинские идеологи вынесли альбом у пресс-фото в Беларуси суворый вердикт. Мовляв, жизнь в Украине у них показана с одного нога боку. Люди бы мжеватые, милиция аморальная, а подписы под фото, так и в уголе дитя хворой фантазии авторов. Мы спросили у людей на улицах, что они думают про этот альбом. Возможно автор этой фотографии хотел сказать, что идеальных людей нет. Все люди имеют какие-то скелеты в шкафах. Я понял юмор. Это неудачное фото, его просто нужно было удалить. Чем издеваться вот так над фотографиями, что там на нем стоят ногами, что здесь дискоболы над его лицом. Человека видно избили скорее всего не заслуженно. Люди очевидно пресекаются за свои личные мнения какие-то. И это ненормально, когда милиция, которая должна защищать, этого не делает. Если в государстве все хорошо, то такие вещи не имеют места быть. Блин, ребята, ну в чем прикол? Это оппозиционный журнал, да? Ну не может быть по той простой причине правдивым, что если бы национальный флаг вот так лежал около мусорного бачка, то тут же бы милиция появилась. Отличные кеды. Классные, ну я такие кеды не люблю, но еще такие. Давайте дальше сразу. Ты видел? Я просто сразу не заметил. Это что наркотики или глядь? А, Лукашенко. Лукашенко. Ой-ой-ой. На 100% показывает именно положение в армии. Абсолютно. Когда всех сгоняют смотреть телевизор, ну это было и в советское время, ну как бы видимо и сейчас. Я это читал в интернете. Ну и как бы это все понятно, зачем вообще это фотографировать. Ну это же очевидно. Ну малые эстетики. Больше я ничего не могу сказать. Это белорусский может быть, наверное, трикотаж. Просто здесь Джек Рассел. Ну, Джек Рассел крутой же, да, очень? Блин, ну эта фотка крутая. Я бы с удовольствием такую сам сделал, если бы у меня получилось. Экономика страны. А что это за грибы? Это грибы. Это... Это не которые это? Ну он слишком желтый. Он неестественный. Кожа не такая желтая. И гриб не такой желтый. Эм... Я бы траузи линее сделал тоже. Она слишком оранжевая. Ну как спортивный, наверное, журналист. Наверное, ему очень повезло корреспонденту, да, который такую фотографию сделал. Хотя, блин, вот я честно, я не знаю, как бы, я с этим не знаком. Если бы я, наверное, был теннисисткой, я бы, наверное, расстроился из-за такой фотографии. Но это все-таки в некотором смысле хумилейтинг, да? По-моему, нельзя сказать, что бокс – это вот прям такое мужское дело. Все-таки, ну, зачем вводить какую-то дискриминацию, если девушки хотят мутузить друг друга? Пожалуйста. Ну, наверное, страшно смотреть на таких женщин просто. Что-то вообще женского ничего. Ну, тут вот много тем всяких – и власть, и природа, и спорт. Ну, в общем, автор, наверное, хотел показать реалии. Тенденциозный подбор кадров. То есть это именно направленность такая, что вот показать, что как-то вот этот страх. Я думаю, что каждый фотограф хотел показать то, что его волнует, и то, что ему кажется важным. Возможно, то, что необходимо было бы где-то изменить. Я чувствую какую-то политическую подоплеку в этом журнале, и мне это расстраивает. Поскольку я считаю, что там, где искусство, оно не должно пересекаться с политикой, а тут явно есть как бы пересечение интересов. Это правильно то, что есть такие снимки, и чтобы у каждого человека было свое мнение на происходящее. Как сказал. Мне кажется, в Беларуси до сих пор живут еще советскими временами, нет? Мне так кажется. Почему? Да, здесь продвигается все в плане молодежи. А европеивается, да. Да, но медленно все. Спасибо. 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 Спасибо.